Давайте взорвёмся за сверхзвуковой скоростью! Хорошо! Замечательно! Итак, звуковая... Тьфу ты, силовая станция. Спаситесь с хаотической станции, которая, видимо, на нас набрасывается. Не знаю, почему она так называется. Обычный городок, только слегка сверхтехнологичный. Ой, моя голова крыла, лжица! Какая дикая поездка. Такое ощущение, что они в первых адвенчурах-то не были. Прям такая слегка искривлённая дорожка уже их пугает. Странные они, в общем-то. Как весь этот странный городок. Мало того, что здесь какие-то сверхсупертехнологии применяются, которых в то время не существовало, да и в следующих играх тоже не будет существовать, ё-моё. Потому что следующая игра будет Шезер Хэ, где всё возвращается в нормальное время. Так ещё и здесь повсюду какая-то странная субстанция в трубах этих вот колоннах, которую они называют энергией. Я, конечно, не мастер физики, но всё-таки... Мне возникает такое ощущение, что энергия это не жидкость, которая течёт по трубам. То есть жидкостью может быть лава или... не знаю. Всё, что угодно. Ну ладно, оставим это уже до усмотрения разработчиков, те, кто там разбирается. А мне, кстати, стоило бы ещё отметить то, что у меня в этой игре такая приятная вещь, как лёгкое такое замедление времени. Причём плавненькое, аккуратненькое. То бишь, мне гораздо легче управляться со скоростью. Да, блин. Дурацкая самонаводка. И, кстати, голос у Тейлза почему-то до сих пор остался, как у пятилетнего ребёнка. Даже не в том дело, что сам голос такой, детский, а в том, что он говорит, как... Эм... Как будто у него ещё зубы не выросли до сих пор. Да. Объяснил. Ну ладно. К управлению пока ещё не приноровился. Но это, наверное, вопрос времени. Блин. Тейлз, по всему, здесь уже совсем забыл, как он когда-то гонялся с Эггбаном на ракете. Ну да, какая разница, в принципе. Так. Вообще не понимаю, почему Наклус больше не умеет лазить по стенкам. Он прекрасно мог обходиться и без этого летающего придурка. А теперь он вот так вот унизительно шатается под ногами у Соника и... смотрит на его задницу, что ли, мне кажется. Ладно, не надо взглядываться. Моя мерзкая фантазия. Так. Вообще у нас тут есть, конечно, некоторые нелинейности на этих уровнях. Даром, что они огромные. Также у нас есть небольшой выбор, куда можно отправиться. Честно говоря, я не хотел бы сильно рисковать. Но да, попробуем. Да. У Тейлза очень сильно ограничен полёт. Поэтому, по идее, не стоило мне сюда идти. Но, с другой стороны, почему бы и нет рискнуть. Слабенький, конечно, ничего не скажешь. Ой-ой-ой. Нет, нет, нет. Я сейчас умру. Ух-хе-хе-хе. Лошара, блин. Отпустил бы этих засранцев, улетел бы сам себе спокойненько. Эх, ладно. Не будем больше рисковать, пожалуй. Раз уж выбрал скоростную формацию изначально, то и лучше с ней бегать. Чем возиться с этой... С этой странной игровой механикой. Так. Достаточно роботов, которые не убивают с одного удара. Хотя, конечно, я сказал, что это в плюс. Но, с другой стороны, так ведь сложнее заработать очки для высшего ранга. Что вы все тут валяетесь? Алкаши. Так. Тут еще иногда можно случайно заплутать, и из-за дурацкой камеры даже свалиться в пропасть. Так что... Так что замедление времени, это, к сожалению, не панацея. Все равно будут проблемы, так что... Не обещаю, что я пройду все быстро. С учетом того, что еще и нужно все уровни пройти по 4 раза за каждую команду, и... Далеко не за всех они будут оригинальны. Например, за того же... За ту же команду Дарка будет абсолютно все то же самое, только чуть сложнее и длиннее. Но что поделать? Придется пройти все, чтобы послушать все реплики... Эм... Все реплики. Да уж, как будто это прям так важно. Не знаю, что я прицепился к этим репликам. Наверное, просто потому, что я, конечно... Ой, блин. Опять я путаю кнопки. Наверное, потому что я привык к адвенчурам, где как раз-таки весь сюжет и все, что герой говорили, и все их способы выражения характера, были исключительно в катсценах. В самой игре это просто пустышки. Ну, как, в принципе, и в классике. Я, конечно, не говорю, будто это прям плохо. Я уже просто привык к сюжетным вещам. Мда. Хорошо объяснил. Ну да ладно. Вообще странно. Этот город, по идее, вполне так неплохо можно было бы назвать каким-нибудь роботополисом. Но почему-то здесь нет ни одного символа Эггмана. И, судя по всему, этот город какой-то сам по себе. Чем, однако, так никто и не узнает. Не сказать, что это прям кого-то волновало, но все-таки, блин. Во времена адвенчуров и играх после них уже все-таки должна появляться какая-то логика, разве нет? Примерно так же, как начал появляться серьезный сюжет, начиная с первого адвенчура. Ну что ж, ладно. Самое главное, это в Сонике, опять же, процесс. Надо это не забывать. Не протираться к таким мелочам, как сюжет. Ведь его могло быть и вовсе не быть. Да. Была бы просто такая же классика, да и все. Ура! За Соника здесь можно бегать по кругу. И слушать постоянно визжание Тейлза. Хотя я даже ничего не сделал, откуда-то набрал 800 очков. Странно. Ну, я не возражаю. За Соника в пути говорю, что здесь очень скоростный геймплей, но на самом деле за команду Дарков будет получше во многом. Например, здесь будут повсюду дорожки из колец, по которым можно будет летать. Если, конечно, не ошибаюсь. Может быть, они будут в хард-моде. Я уже нифига абсолютно не помню. И зато я помню, что здесь в качестве награды за все ранги А дается как раз-таки, кажется, хард-мод. Ну, считайте, что это за награду, да. В первом адвенчуре за сбор всех эмблем давалось вообще ничего. Это только в DX ввели Метал Соника. И то он, по идее, даром не нужен. Подумаешь, рискин с легким изменением характеристик движения. А в втором адвенчуре у нас был Грин Хильчик. Тоже весьма скромненький уровень. Ну, я, конечно, понимаю, красивое и всякое такое, но, блин, это один маленький акт. Не сказать бы, что это была серьезная награда за такую тяжесть, как сбор всех рангов в этой весьма сложной игре. По крайней мере, для меня. Здесь же уже, к сожалению, нифига не дается. Только более сложный режим, после похождения которого мы получим красивую картинку. Спасибо за игру. Лучше не трогать эти фаерболы. Что это вообще такое? Это тоже так называемая энергия? Что мы тогда не можем ее поглотить, использовать в своих корыстных целях? Не знаю. Черт. Так, надо быть аккуратнее. Кто еще сдох, но никто меня не спасет. Да. Как я уже сказал, к сожалению, за медленное время мне пока что ни от чего не спасет. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Видимо, нужно использовать Тейлза. Совершенно отвык уже от этого стиля игры. Дальше у нас будет Шейзу, The Hedgehog, где, опять же, за сбор всех рангов не льется ничего, кроме хардмода. А за похождения хардмода даже не поощрят такой простой вещью, как заставочка Спасибо за игру. Да. Ну, что поделать? Я просто уже привык, что обязательно что-то чем-то вознаграждается. Ну-у-у. Самое главное, это получить удовольствие от игры, разве нет? По крайней мере, здесь это вполне возможно. Единственное, чего, мне кажется, не хватает, это хотя бы какого-нибудь кооперативчика. Ну, а что, у нас же есть три героя, по идее. Можно было бы устроить что-нибудь подобное. Как в Соник Крэкерс, например, связать героев двумя полосками из колечек. Ой, тьфу ты, двумя колечками. И всё, и пускай бегают. Это бы смотрелось довольно интересно. Наверное. Одному мне бы это смотрелось, короче говоря. Так. Ё-моё, аккуратнее. Тут, конечно, нет особо разницы идти по верху или по низу. Просто по верху быстрее. Да я вообще не привык падать куда-то там вниз. Так. Зачем здесь протянули все эти рельсы? Ещё и какие-то оборванные. Что-то не транспортируют или нет? Или, может быть, я специально постарался? А вдруг здесь будут пробегаться Соник и его друзья, чтобы спасти нас от этого злого Эльпмана? Хотя, кого нас и здесь нет ни одного человека? О, а вот и колечки. Значит, всё-таки что-то перепутал, когда говорил. Ладно, не обращайте внимание. Мне же надо хотя бы что-то говорить, иначе это получится просто пустое прохождение, о которых и без того полно. Хотя, в принципе, летсплеев тоже без того полно. А, чёрт, жизнь тлен. Пойду повешусь. Ой, блин. Но сначала надо выпить чаю. Мне интересно, а эти герои вообще хотя бы что-нибудь жрут? Вот за всю игру, вот насколько я помню, было всего несколько уровней в разных играх, связанных с жрачкой или с чем-нибудь ещё подобным. Типа яйценоса, где было хотя бы что-то показано, как жилище Эггмана. Тем не менее, ни разу не было показано, чтобы герои жрали, спали или вообще хотя бы что-то делали, кроме того, как спасали мир. Я вообще, конечно, сильно размечтался. Ну, очухивайтесь, алкаши, блин. Валяются там, отдыхают. Я, конечно, размечтался. Всё это показано в других, например. Эм, блин. Например, например, в том же Иксе. Тьфу. Короче говоря, у меня такая мысль, что нужно заранее писать тексты и потом зачитывать их во время игры. Так будет, по-моему, интереснее. Я вот так вот буду слушать себя потом, не знаю, не отрывать руки от лица. Я бы сейчас этого не делал, но, к сожалению, обе руки на клавиатуре лежат. Так что закрывать лицо больше нечем. Ну, ладно. Забьём, будем надеяться, что никто это не посмотрит. И почему роботы блокируют энергию, если, по сути, они от этого ничего не получают? Они становятся сильнее, они не дают ничего, там, не знаю, Эгману таким образом. И почему Эгман вообще не мог взять и захватить этот город? У него же есть целая армия, у него же есть флот огроменный. Кстати, действительно, такой огроменный красивый флот, который нам показали в заставке. Это просто, по-моему, вершина достижения Эгмана. Правда, к сожалению, весь этот флот картонный, и скоро от него ничего не останется. О! Отлично. А вот теперь самая опасная часть. Ой, что это? Это было близко, посмотрите туда вниз. Это хранилище энергии. Оно поднимается. Поднимаемся наверх, быстро. И зачем эта энергия поднимается? Она хочет нас съесть, не знаю. Блин, тут еще такое вдвойне неудобное управление с этой камерой становится. Так, ой-ой-ой. Думаем, что делать. Чуть помахнешься, и все, и хана. Сразу же эта энергия нас поглотит. Хотя она, кажется, не убивает, а только отнимет колечки. Но с другой стороны, какая разница? Так. По крайней мере, мы еще не за дарков, поэтому у нас не самая сложная часть. Почему она поднимается? Откуда она вообще взялась? Нас столь учуяла? Какая-то хищная энергия, не знаю. Ой. Неважно. Ух, жутко выглядит, честно говоря, когда она поднимается вместе с нами на максимальной скорости. Так, валим-валим-валим. Вот здесь, иногда случается баг, и Тейлз не цепляется за эту порчу, но сейчас, сейчас, сейчас уцепился. Так. Атакуй, 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 быстрее, мы не успеем, мы не успеем, мы все умрем. Фух. Кошмар какой-то. Весь город сгонял к черту. Будем надеяться на это. Второй уровень пройден. Недалеко я, однако, прошел за полторы серии. Ну, что поделать. И я медленно двигаюсь, играть чуть-чуть замедленно. Я свой ключик донес, наконец-то. Слишком легко! Странно как-то он как-то говорит, я бы сказал. Страннее, наверное, только я. Ну вот, сейчас ознакомимся, думаю, с бонус-уровнем. Единственная такая отличительная черта от адвенчеров первого и второго, потому что там не было бонус-уровней. Да. Но теперь мы возвращаемся в классику буквально. Вернее, не просто в классику, но еще и в подобие второго, подобие Соник 2. Ну, по крайней мере, там тоже был такой коридор, по которому нужно было собирать что-то. Так, стоп-стоп-стоп, нам нужно ускоряться, да. Самая главная суть этого бонус-уровня в том, что вы собираете цветные шарки, повышающие нашу, наш буст, короче говоря, и догнать этот изумруд, который от нас пытается убежать. Стой, тварь, иди сюда, иди сюда, иди сюда, разорву! Это, конечно, будет нелегко, особенно с моими кривыми руками. Понятное дело, первый бонус-уровень самый легкий, но потом начинается просто кошмар. То есть, таким образом, собрать эти изумруды еще труднее, чем в предыдущих частях, потому что надо, во-первых, донести этот дурацкий ключ, ни разу не получив по морде, что легче всего будет сделать за команду Роуз, и, во-вторых, еще поймать этот дурацкий изумруд, ловить эти дурацкие сферы и так далее. Эй, куда он телепортировался? Я же его догнал уже! Ну иди сюда, сволочь! Готов. Судя по всему, его Наклс проглотил, судя по тому, как он исчез. Вообще, кстати говоря, как ни странно, нет разницы, за какую команду собирать изумруды, а еще нам дают жизнь, это тоже мило. Поэтому, опять же, этим буду заниматься за команду Роуз, и, скорее всего, отдельно. Попался мой догоценный, Соник! Эми, что ты делаешь здесь? Соник? В это время ты не сможешь не жениться на мне. Вот, нихрена себе предъява, однако. Соник, сдавайся, в этот раз ты мой. Я, конечно, знал, что она немножко того, но чтобы она стала вот такой вот долбанутой, это для меня сюрприз. Ладно, новинка, эм, стоп, я опять запутался о управлении, черт. Новинка, бои, эм, бои без правил. Команда на команду, стенка на стенку, буквально. Они пытаются убить нас, а нам нужно как можно быстрее собрать. Что? Какая Чокола? Причем здесь Чокола? Вы же сказали про женитьбу. Кто такая Чокола? Это сваха, что ли, ваша местная? Так, двоих мы уже, кажется, случайно убили. Ладно. Вообще, это удивительный сюжетный ход, я бы сказал. Мы вроде как друзья до гроба, и тут ватсы внезапно, ни с того, ни с сего, на нас набрасывается наша собственная, ну, подруга, подруга, можно сказать, боевая. Причем не просто набрасывается, но еще с какой-то яростью. В черт подери, просто вспомните второй адвенчур, она там была бесполезным куском мяса, который просто играл роль тупого заложника. Тейл, спасайся! Нет! Ты недооценил, я недооценил эту битву. Ладно, пытаемся еще раз. Офигеть, а? Команда из тупой мелкодевчоночки, огромного тупого жирного кота, который вообще должен был куда-то сгинуть, не знаю. Ты снова играешь с сердцем этой девки, Соник. Наглаз начал разбираться в этих вещах, ну ладно. Так. Битва, конечно, жуткая, ничего не скажешь. Даром, здесь играет, кстати, красивая музыка. Надо будет ее скачать. Я даже не помню, чтобы она была в моей библиотеке. Так. Я не знаю, как в общем-то проходить на туровень, но просто обычно беру любого персонажа и начинаю усиленно пинать всех. Всех, абсолютно всех. И своих, и чужих. Хе-хе-хе. Правда, к сожалению, убить их нельзя, только скинуть пропасть. Что вы делаете, ребята? Валяются, орут. Эм. Все, он сдох. Да, это выглядит смешно, конечно. До тех, пока я не начну помирать. Так. А чем ты просто не сдашься? Ты начинаешь меня серьезно бесить? Что случилось с этой девчонкой, черт побери? Хе-хе. я, конечно, понимаю, что когда тебя... Хе-хе. Я, конечно, понимаю, что когда тебя сначала кискает огромный робот, а потом огромный усатый мужик, это... в двух играх, я имею в виду. Это, конечно, влияет на психику, но чтобы настолько... кошмар. Простите, но мы торопимся. Да. Настоящие джентльмены избили дамы, окунули их лицом в грязь, скинули их в пропасть. Герои, что сказать? Ладно, хрен с ним, у нас есть более важные дела. Эми так просто не сдается. Что это за место? Здесь так светло и сияющее. У нас есть время, чувствуйте удачу. Соник, у нас только 24 часа. Ладно, пошли. Эми так просто не сдастся, поэтому ее лучше убьем. Блин, что? Весь город, это огромное казино. Постройки, дороги, части пинбольной доски. Э, довольно круто. Ну, как сказать, довольно круто? Мне, честно говоря, пинбол вообще никогда не нравился ни в одном его проявлении. И поэтому этот уровень однозначно мой нелюбимый. Да. Здесь весьма тяжело. О. Эм. Это что сейчас за плейбойские роботы? Кошмар какой-то. Во что, однако, ударился наш несчастный старикан? И почему этих роботов нет в ШЗХ? Они, в принципе, довольно красиво выглядят. Ну, да ладно. Весь этот город такой же бред, в принципе, каким он был в Соник 2. Так что, какая, в принципе, разница? Определенно, видимо, после того, как Соник спас миру в втором адвенчуре, вернее, Соник и Шэдоу, люди решили, что нужно строить побольше вот такого дерьма. Нужно все равно скоро помирать. Обязательно появится какой-нибудь еще дурацкий злодей, который попытается нас истребить. Поэтому давайте веселиться на полную катушку, построим огромную пингвольную доску и будем... Не знаю, я ставлю ее для Соника, потому что здесь больше всего никого нету. Кому она нужна? Да. Опять у этого наркомана кружится голова. Кошмар. Ну что ж, мне, конечно, нравится, что тут так выглядит, как очень похоже на Соник 2, опять же. Хотя там было не так много всех тех моментов с катанием по доскам, там было больше как раз-таки бегания обычного. И большую часть пинбола можно было спокойно проигнорировать. Да и пинболом это ошибка не назовешь. Очки здесь толком не набить все равно, только кольца, которые все равно особенно-то не нужны только за миссию Хаутиксов. А вот геморрой здесь очень даже хватит, особенно с этим управлением и с этой камерой. Вот, пойди-попади, вот, в самом деле. Мне нужно вон туда, наверх, где зеленые стрелочки светятся. Там где-то проходы и по ним вообще хрен попадешь. Даром, что мы можем в отличие от других пинбольных игр управлять своим шариком. Кстати говоря, трейлсы на кросс куда-то укатились и их попросту нет. Вернее, они там где-то катаются, фиг знает где. С ней может быть связаться только если Соник сдохнет. И то, если они случайно не сдохнут. Вот черт, а. Похоже, здесь я буду мучиться ближайшие полтора часа, это однозначно. Я не понимаю, честно говоря, как здесь точно управлять. Как здесь надо ударить по этому дурацкому мячику. О, что-то получилось. Но, к сожалению, немножко не то, что хотелось быть. Черт. Да-да-да, цепляйся, цепляйся, кто-то покатился наркоман. Нет, нет. Ха, черт. Да, похоже, это надолго. Ну, что поделать. И придется породить это за каждую команду. Так, вот нашел какое-то слабое место. Да черт, ты делаешь, куда же ты катишься? Я же тебя не сюда направил. Так, еще раз. Блин. Ура, наконец-то. К сожалению, самую легкую. Ну-ка, чем-то интересное, она есть. Ну, как обычно, стандартные бонусы, типа ускорения, бессмертия, которые, правда, нафиг не нужны, честно говоря, бы, что было, что в адвенчарах, что здесь. Я понимаю, двухмерные игры, где это хотя бы действительно на что-то влияло, потому что ты бежишь вперед, ты не знаешь, что там впереди. И, конечно, гораздо полезнее, когда ты случайно наткнешься на врага и снесешь его одним прикосновением, чем он тебя. Но здесь все эти бонусы совершенно не имеют никакого смысла, однозначно. Эх. Ну, может быть, я просто придираюсь, такой вот старый олдфак, игравший Соника с детства, так что... Не обращайте внимания, в общем. Так. Чё-то дурацкая пинбольная доска. Давай, Соник, давай, давай, ты сможешь, чёрт. О, ДТЛ запереключился. Чёрт, куда ты покатился? Чёртов в лис. Блин. Куда подевался Соник? Ай, вон он где. Так, блин, что вы все здесь делаете вообще? Нет, я, конечно, понимаю, что у нас есть 24 чёртовых часа, это довольно много на самом-то деле. За это время можно ограбить парочку банков, там, не знаю, ну, или хотя бы одно это дурацкое казино. Зачем нужно задерживаться? Так. Нет, нас не волнует количество дурацких колец, у нас есть более важные дела. Блин. Нет, 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 чёрт, опять я улетел куда-то. Эх. Нет, я никогда не научусь играться в это дурацкое казино. О. Так. Виктор нашёл, наконец-то. Есть. Фух. Я вообще не слышу, что там Теос говорит, он своим этим детским голосочком что-то там или печени고, л-д-д-д... Всё, я ничего не понимаю. Ах. Это, конечно, мои проблемы. Остается читать субтитры, но когда это делать, когда тебе нужно смотреть за этим дурацким казино, чтобы не улететь куда-то в нехорошее место? Да. Какая в принципе разница. Ну, что ж, хотя бы редкая игра, где действительно есть смысл убивать врагов без этих всяких дурацких очков и рангов ради прокачки, ради более лёгкого прохождения дальнейшего пути. Что это за чудовище? И почему этого робота нет в следующих играх? Он выглядит довольно опасным. Страшнее, по крайней мере, чем эти кралики. Железные. Так. Ну ладно, мы, короче, будем игнорировать, скорее всего, все эти лог-воксы с ключами. Потому что у нас есть более важные дела. Ой. Щут, щут. Ой, нет. Фух. Кстати, интересная весьма особенность. Персонаж может остаться один, то бишь, например, один Тейлз. Если всех остальных перемочат или не попадут в кого-нибудь там ловушку, с которой нельзя выбраться. Например, если останется персонаж летающей формации, то он будет бегать, как все обычные. За нём можно будет бегать и использовать какую-то простейшую атаку, от которой толку абсолютно вообще никакого нет. Например, Тейлз у нас внезапно становится транжирой и разбрасывает золотые кольца. Блин, знаете, я бы хотел так жить, чтобы можно было взять и разбрасываться золотыми кольцами, ё-моё. Эх. Ладно, нечего завидовать. С учётом того, что они здесь их собирают тысячами. Так, я куда-то в верхнюю часть попал. Надо постараться этим воспользоваться и свалить отсюда напрочь. Ой-ё-ёй. Казино это определённо не моё. Ничего не говорю. Так что, скорее всего, придётся, наверное, до конца уровня пройти за кадром. Потому что даже не знаю. Я почти записал на полчаса. А так я, скорее всего, буду учиться здесь ещё очень долго. Вот так вот по одному акту каждый раз и проходить это. Конечно, я понимаю, что это затягивает. Не затягивает, скорее, наоборот. Не возникает желание всё-таки вырубить, к чёртовой матери. Так, ещё раз. Ну, давай, 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 ещё чуть-чуть. Нет. Эх. Может быть, я смогу джекпот выиграть. Тоте как, каждый слот нужно включать вручную. То есть, таким образом, если у тебя очень хорошая реакция и очень внимательные глаза, то можно умудриться самому набирать каждый раз джекпот. Фиг его знает. Может быть, и нет. Даже не хочу это выяснять. Мне этого хватало во втором Сонике. Тем более, что после джекпота всегда по стандарту получались три Эггмана, которые сразу же забирают все кольца. Ну да ладно. Фиг с Тим. С максимальной прокачкой Соник у нас сломается одного удара, вражеские щиты, вернее, поднимает их в воздух. Именно поэтому я стараюсь прокачивать его сразу же. Да, там кажется, какой-то дополнительный путь, и ещё какая-то там фигня. Да, неважно. Для нас самое главное пройти саму игру, а все эти плюшки оставим для тех, кто любит исследовать уровни и всякое такое. Мне, в принципе, и без этого нормально живётся. Так. Воздух. Смерть. Однако у нас сильная лисичка. может одной рукой вот так взять и вырвать здоровенный рычаг. Красота. Так. Это, кажется, уже конец уровня, но это хорошо. Блин. Кто-то строил... Кто-то строил, отливал, выплавлял это красивейшее стекло только для того, чтобы эта тупая ехидная взяла его и... И... Блин. Взяла его и... И разбила. Хе-хе-хе. Мне интересно, насколько ущерба людям причинили герои Соники за все игры со своим участием. За счётом того, сколько всего они сломали, не говоря уже про Эгбана там и так далее, ну... Сколько они золотых колец потырили. А судя по тому, что... Потом... Я вижу в Шезехе... Кольца-то считаются у кого-то валютой. Например, у Эгбана. Так что, скорее всего, у людей тоже. Так, Соп, мне же, кажется, вниз нужно, да? Чёрт. Вниз, 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 вниз. Я пока что, конечно, не помню толком все эти уровни, так что... Извиняйте, если что. Да, вниз. Фух, ну вот, первый акт пройден. Кошмар. Это было самое лёгкое. Нет, я, конечно, ничего не говорю. Уровень красивый. Вот это вот, даже яркий фон, вот этот вот, пусть он размытый малость. Простенькая текстурочка, но выглядит весьма приятненько. И вообще, я люблю подобные темы. Но, блин, казино, пинтбол, это... Эх, это не моё посовершенно, абсолютно. Как, в принципе, любой другой жанр игр. Да. Видимо, ранги ада для меня теперь уже непозволительная роскошь. Ну, кроме как в босс-битвах. И то не везде. Да, неважно. Всё, но это не главное. Какой смысл собирать все эти ранги и эмблемки, если за них ты получишь кукиш? Ну, этот дурацкий хардмод. Я и без него вполне могу похардмодиться. Бинго-магистраль. О, чёрт. И, однако, здесь играет довольно брутальненькая музычка. Вернее, не брутальная, а... Блин, я ни в крема не разбираюсь в жанрах, честно говоря. Да и в звучании тоже. Короче говоря, суровая. Да, объяснил. Эй, куда-то покатился. Без понятия. Ладно. Тут, кажется, ведь тоже надо вниз катиться, да? Хорошо, с удовольствием. Как хорошо, когда не нужно ничего делать, и всё делается за тебя. Фух. Жутковатое место. Кстати говоря, забыл отметить, что здесь есть... Ну, вернее, я уже говорил, что здесь есть такой мультиплеер нормальный, более-менее. Нормальный в том плане, что здесь несколько уровней, и причём разработчики не поленились не только сделать отдельные уникальные отрезки, кажется. Хотя я точно не помню, уникальные они или нет. Но ещё и даже собственную музыку на каждый отрезок написать. Так. Тед робот нас, если что, спалит и вызовет подмогу. Хотя это на самом-то деле неплохо. Ведь с каждым подмогом, по идее, можно получить больше уровней, не знаю. Так. Чего я только что говорил? Ах, да. Об уровне для двух окроков. Но там, опять же, делать нечего. Особенно. Пошёл пару раз и забыл. Кстати говоря, теперь забыл отметить ещё одну маленькую, незаметную графическую деталь. Теперь очень красивый щит. Если раньше был просто зелёненьким или синеньким, то, видите, он радужный и так красиво переливается. Правда, слишком, потому что он прозрачный, фигу разглядишь. Ну да ладно. Не надо придираться к мелочам. В любом случае, картинка для глаза приятная. Ну, может быть, конечно, после Адвенчиров или... Или, как для меня, например, после ШЗХ. Даже слишком ярко. А какого хрена ты переключился на Тейлз? Я же даже не нажимал эту кнопку. Чё, подери. Так. Ещё раз. Ой. Сейчас нас спалят. Нет, не в этот раз, к счастью. Фух. Ужасное место. Хотя, с другой стороны, почему ужасно? Ужасно будет, когда буду играть за Хаотикса, потому что у них здесь не менее ужасная миссия. И собрать целую кучу игральных фишек. Да. Очевидно, именно для этого и существуют герои спасителей мира. Блин, что мы собираем фишки для кого-то. Это Бинго впереди. Правда? Нет, мы шутим. Так. Если собрать побольше этих циферок дурацких, то можно будет получить большие-большие призы из колец. Правда, нафиг они нужны, я пока что тоже не знаю. По сути. Ой. Конечно, жизнь за 100 колец это неплохо, но... Бинго! Но это всё нам скорее нужно для тех, кто постоянно падает и дохнет. Я, по крайней мере, всё-таки привык уже более-менее играть в Соников, так что надеюсь, что мы обойдёмся без этого. Ой, чёрт. Но чё-то я чую, что мы в самом деле будем проходить этот уровень ещё минут 15, 20, 150. Блин, не знаю даже. Но определённо долго. С моими-то кривыми руками. Так, главное не перепутать кнопки управления. Так. Отлично. Выше. Быстрее. Сильнее. Ну-ну-ну-ну. Эх, почти. И ещё раз. Есть. Кошмар. На этих уровнях прям буквально каждый пройдённый соло это уже достижение, из-за которого ты чувствуешь гордость. Буквально-таки. Да. Ну, а что поделать? Кстати говоря, здесь кроме казино ещё и другие азартные игры есть. Только мы почему-то не можем в них поиграться. Ну, понятное дело, это же детская игра. Какие здесь могут быть рулетки и блэкджек и так далее, в самом-то деле. Только казино, только хардкор. Привыкайте, дети, тратить свои сбережения. Ну, вернее, не то чтобы тратить сбережения, но риск... Риск... Тьфу ты, блин. Извиняюсь, опять заговариваюсь. Риск-то всё-таки есть. Так что да, ничего хорошего в этом нету. Накус у нас делался командиром. Ещё и мало того, что команда раздаёт, так и таким голосом прям непререкаемо абсолютно. Ой, сколько там вкусняшек. Ну-ка, может, пытаться их взять? Хотя нет, стоп, не стоит тратить время. Дурацкие кольца, всё это нам не нужно. Надо поскорее двигаться. Сейчас как раз бы к концу серии было бы идеально завершить этот акт. Ой, сколько раз мы потом ещё придётся его завершить, чёрт побери. Даже не знаю, радоваться или огорчаться этому факту. Так. Накус, работай. Пахай. Молодец. Это всё костяшки. Я никогда не забуду этот дурацкий перевод, блин. Надо будет как-нибудь с ним переиграть. Может было, конечно, его сразу поставить. Но всё-таки, какой был бы смысл тогда переводить пытаться? Блин. Я извиниюсь. Опять у меня рука соскользнула с управления. Кстати, иногда персонажи друг за другом не держатся. Что вы делаете, Тейлз и Соник? Мне показалось ли не только, что были прямо нос к носу? эээ, 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 ладно. Не обращайте внимания. Мало ли какие мелочи могут случиться во время игры. Это всё фигня, это всё костяшки. Так. Эм, кого мы ещё не убили? А, вот всё, все готовы. Опять же, бесполезно, бессмертно. Коё фиг оно вообще здесь нужно? Две подсказки. А, ладно, неважно. В принципе, с игрой и так всё понятно, но я в любом случае, я в любом случае благодарен, что разработчики убрали этого мачау, оставив его только больше, как в виде камео. Ну, вон, к подсказкам, к выбору персонажей, там и так далее. А здесь уже персонажи теперь сами озвучивают. Ой. Да-да-да, здесь есть дырки повсюду. Какой идиот вообще строил блин эту... Как это называется-то? Эту дорожку с дырками. Куда можно свалиться и сдохнуть. Кошмар какой-то, а. Так-с. Сейчас нужно сосредоточиться, потому что здесь очень опасно. Я тут часто дох. Правда, это пока что не самая опасная дорожка. Будет ещё страшнее. Ой, блин. Ой, блин. Я надеюсь, перед ней будет чекпоинт, а? Я уже нифига не помню. Но я помню, сколько раз я здесь помирал. Кстати, Телс и Накос уже сдохли, так что если я сейчас помрал, будет очень нехорошо. О, чёрт. Ну, по крайней мере, радует, что разработчики в угоду логики, вернее, в ущерб логике упростили сам процесс этот потери персонажей, так сказать. Неважно, сколько раз они там все сдохли, они всё равно все воскрешатся и вернутся к тебе. Если ты, конечно, сам не сдохнешь. Так. Ну, где вы там уже? Я всё уже выскочил в безопасную территорию. Ну, блин. Сейчас боятся ещё трястись как бы чего не произошло. А, вот всё, все воскресли. Какая радость. I'm so relieved. Так. О, вот вы где. Придурки. Так. Вот за что мне нравится система прокачки, это за то, что сначала Соник такой слабенький, никудышный, а в конце он превращается в такого мощного и брутального супергероя, не знаю, как его ещё назвать. Ещё больше? Накос, ты должен радоваться, что тут так много врагов. Ты же у нас драчун. Главное, не прочитать это слово неправильно. Ладно. Не забудьте, что я это говорил. Ай, ё-моё. Кстати говоря, неплохие у них автоматы, однако. В ШЗХ такого уже нету. Я, конечно, всё время сравниваю с ШЗХ, потому что я именно в него играл сейчас последние несколько месяцев. Да. Хотел сначала собрать там все концовки, но в итоге сдался, потому что это бесполезно. Так. Ладно, не о чем это поговорить. Во всяком случае, там определённо не так много контента... Контента. Не так много врагов, как здесь. Это плохо, конечно. Так. Понапрятные какие-то дурацкие... Блин. Коробочек. С дурацкими кнопочками. О! Нам они не нужны, получается. Ладос, забейте. Ой, чёрт. Все улетели к чёрту. Я извиняюсь, я криво немножко. Надо привыкать ко всему этому. Кстати, если не двигаться, то Тейлс может висеть в воздухе бесконечно. Странная логика. Почему тогда не может лететь бесконечно? Это так много требует сил? Фик его знает. У меня, конечно, слишком смутное представление о полётах, чтобы рассуждать так что... Ладно, не важно. И опять надо сосредоточиться. Иначе я сейчас упаду, и это будет очень неприятно приигрывать это заново. С учетом того, что полчаса я уже наиграл, просто уже, конечно, не хочется прерывать. Нужно пройти уже до конца этот уровень. Да. Тем более, там дальше будет босс-файт, кажется, или что-нибудь там ещё. Ну, в принципе, после каждого уровня с двумя актами следует босс, так что ничего особенного. Ой, вот оно, вот оно, вот оно. Это страшное место, которое меня всё время пугало, и сейчас пугает. О, чёрт. Почему игра такая быстрая? Я замедлить ещё больше. Ой-ой-ой, кошмар. Тут столько дырок, я всё время их боюсь, я всё время боюсь туда упасть. И, к сожалению, я всё время туда падаю. Так, давай-давай-давай, Соник-Соник-Соник-Соник-Соник-Соник. Фух. Блин, не пугайте меня этими звуками резкими. Я сейчас сам себя испугаю. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ай-яй-яй. Ну, 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 ну. Фух, сумел. Кошмар какой-то. Каждый раз переживаю, что упаду. Потому что каждый раз нужно переговорить там чуть ли не половину этого уровня заново, блин. Чекпоинт последний слишком далеко был. Это, конечно, ужасно. Ой. Разработчики сами вообще проходили эту игру. Обычно я, в общем-то, говорю это в любых играх, которые кажутся чуть-чуть сложнее, чем для пятилетнего ребёнка. Да. Ну, ладно. Тейлз уже сдох, а Наклз где-то прячется. Главное, случайно на него не переключиться, а то это будет очень-очень обидно. Так. Ура! Фух. Вот ещё один такой красивый момент, который мне нравится в подобных сониковских играх. Попадение с огромной-огромной высоты. Отлично, воздушное бинго, сказал сдохший, кажется, Тейлз. А я ничего не соберу, дай фиг с ним. Опять же, нужно найти что-то или дурацкие кольца. Обойдёмся. Фух, готово. Ну что ж, на сервину мы записали, так что сейчас прервёмся, и в следующий продолжим уже сразу же без перерыва буквально. Пока у меня ещё есть настроение. Ну, или, может, в принципе, попозже, какая разница, по сути. Фух. Я даже сумел заработать ранг А. Ну, я просто красавец. КОНЕЦЕЙСЬ. ПОСМЕЦЕЙСЬ.